Всем огромный привет! Меня зовут Карина. У нас сегодня будет парфюмерное видео. И я расскажу вам о четырех новых ароматах, которые не только новинки моей коллекции, но и в принципе новинки. Они вышли, по-моему, два где-то в мае, а еще два уже вот совсем-совсем недавно. Если вам эта тема интересна, не затягивая долго, напоминаю, что с вас лайк, подписка, колокольчик, комментарий. Если поделитесь этим видео в соцсетях, будет вдвойне круто. Если решите поддержать меня еще и материально оформить спонсорскую подписку, ссылка на которую есть всегда в инфобоксе, то будет втройне круто. А я перехожу непосредственно к теме и начинаю с ароматов, вот просто по самым свежайшим впечатлениям, с презентации ароматов Амуаж. Амуаж совсем недавно выпустили парный аромат. Вот здесь интересная вещь, потому что я смотрела со всех сторон коробку, я смотрела со всех сторон флакон, нигде не нашла никакой пометки о гендерном, гендерной ориентации этих ароматов, там, мужской, женский, собачкам, котикам. Но тем не менее, наше сознание, конечно, так воспринимает, что вытянутые вот эти плечистые флаконы мы воспринимаем как мужские, потому что мы привыкли, что в таких флаконах у нас, собственно, всегда выходили ароматы, адресованные мужчинам, такие более пухлые, флаконы с крышками, как куполами, мы воспринимаем как женские. Поэтому буду говорить парные, но на самом деле, знаете, никто не паровал эти ароматы, они существуют, как бы каждый сам по себе свой собственный. Мальчик-девочка сам решит, как я недавно шутила. Итак, я их пробовала еще в конце мая, в начале июня в ЦУМе, и тогда же я, собственно, делала пост в Телеграм. Кстати, подпишитесь на мой Телеграм-канал, это важно, там все новости оперативнее, быстрее всего, первые впечатления из магазинов, какие-то мысли, которые приходят мне в голову и так далее. Сегодня была презентация, зум-конференция по поводу этих ароматов. Собственно, с создателями, с которыми можно было пообщаться, послушать, задать вопросы и прочее. Вот по свежим впечатлениям. Очень прикольная коробка, и коробка не просто коробка, на самом деле, ее дизайн вдохновлен тем, как выглядит очень интересное дерево. Оно называется радужный эвкалипт, я не знала, что такое существует, теперь я хотела бы, конечно, увидеть его вживую. У него действительно ствол разноцветный, можете погуглить, как это выглядит. Матушка природы, конечно, преподносит нам порой сюрпризы, там, знаете, и розовый, и фиолетовый, и зеленый цвет. Очень круто. Вот. И, собственно, Рене Сальман парфюмеру Карин Виншон Спеннер прислал внешний вид, собственно, этого дерева и песню «Тарзан бой», которая была дико популярна в середине 80-х. И, собственно, это было таким вот своего рода техническим заданием к созданию аромата. Как и любой другой продукт вот этой постковидной культуры, посткарантинной культуры, которая, конечно, сильно поменяла мир, как бы мы не пытались от этого отмахнуться и сказать, да ладно, просто. Так или иначе, знаете, я смотрю на то, что производит 2021-й, и я понимаю, что это просто манифест людей, которые устали, манифест людей, которые очень хотят обратно в нормальный, свободный, открытый, безграничный, прекрасный мир. И это можно видеть по тому, как какая группа победила на Евровидении, да, Манескин, это ребята, которые, там, культура глэм-рока, они просто вышли, наорали на зрителей и выиграли. Мы можем видеть, какой футбол в итоге находит отражение в сердцах людей, да, собственно, итальянская сборная тоже вот так вот играла на разрыв аорты и парфюмерии, музыка, и все-все-все-все-все находит вот это отражение снова потребность в свободе, в открытости, в каких-то таких вот незашоренных, не сдержанных маской респиратором или чем-то подобным эмоциях, жажда путешествий, новых знаний, нового опыта и так далее, и так далее. И эти ароматы, вот они восстановлены и посвящены культуре в 80-х и 90-х годах, как я уже сказала, группа Тарзан Бой, вернее, песня Тарзан Бой, достаточно популярная, на самом деле, вы вполне можете ее, вот опять-таки, если бы вы были подписаны на мой телеграм-канал, я там прикладывала ссылочку, между прочим, а так просто после просмотра видео поищите в ютюбе. Что касается аромата, оба аромата, вся пара, она выстроена вокруг ванили, и ваниль здесь основной ингредиент. В пресс-материалах, которые, собственно, сопровождают ароматы, там тоже много фотографий в этих флаконах, в ванильных стручках, таких влажных, я просто смотрю на это и думаю о том, что, боже мой, это же просто невероятный день же еще стоит, но ваниль, на ванильные стручки, это правда дорого. Про аромат, что-то я зависла. Про аромат. Если переводить на простой язык, то это какая-то такая, в общем и целом, получается, тема техно-джунглей, да, или диско-джунглей, скорее. Но сказать, что это прямо именно в моем восприятии здесь находит отражение тема диска, я бы не сказала. Для меня это достаточно уютная, теплая, меланхоличная, такая немножко осенняя история по своему настроению. Вначале такое уже достаточно знакомое нам сочетание табака с ванилью, вот, которое дополнено кожей, чуть-чуть кока-кольной, он очень хорошо, особенно на коже, в нем явно появляется такой кока-кольный оттенок у этого аромата. Потом добавляются специи, их просто невероятное количество, их очень-очень много. Наиболее ярко, на мой взгляд, слышится корица, имбирь, перец. Да, корица, имбирь, перец. Вот это то, что я лично ощущаю больше всего. И очень яркий, плотный такой вот блади-оранж, кровавые апельсины, которые немножко освежают эту историю. Структурно, да, это все, казалось бы, мы уже знаем и по табако-ваниле Форда, и по табако-франко-бакле, но как бы более современно, из более современных материалов, например, тот же ванили здесь использованный, СО2-экстракт, это очень современная штука, которую стали использовать в парфюмерии относительно недавно. И это абсолют ванили, и в том числе на вот этом вот контрасте, такой плотной анималистичной ванили и достаточно сладенького СО2-экстракта, ванильный аккорд выполнен. У аромата есть стержень, у аромата есть структура. Как я уже сказала, для меня он такое настроение осеннего леса. Когда вы гуляете, еще, знаете, дожди не зарядили, но уже вот этот запах прения в воздухе, то, что листья просто падают на землю и так или иначе там начинают преть, вот это вот в воздухе или в лесном уже разливается этот запах прения, при этом есть какое-то ощущение такой легкой грусти, легкой меланхолии от того, что начинается осень и до нового тепла еще очень долго. И вот вы гуляете по этому парку шуршить или лесу шуршить этими листьями, и так красиво, уютно, приятно и прочее, прочее, прочее. Женский аромат, он у меня в сэмпле, он называется, я думаю, что, кстати, да, я, скорее всего, превращу его в флакон, потому что мне понравился, понравился даже больше, чем мужской. Он делал его сельзорокян, прекрасная королева специй. Аромат про ваниль. И здесь вдохновением была песня Мадонны «Материал Гелл», девушку, которая от мужчин хочет только денег. Посмотрите клип опять-таки. Он очень много говорит об аромате, обо всем. Но я, кстати, знаете, что вспомнила? Милорода Павича «Кровать для троих», где Ева, да, любовник Лилит, сама Лилит, и вот это вот все. И вот эта сцена, когда на шубы они покупали, она сначала мужа привела, шубу купила, потом любовника привела, такую же шубу купила, потом одну из шубы сдала, осталась шуба с деньгами в итоге. Вот что-то мне как-то эта история напомнила это. Сельзорокян сама шутила, что классно, да, ваниль очень дорогая, аромат вокруг ванили, и вот эта песня «Материал Гелл» про женщину, которая интересует только деньги. Все очень логично и очень органично. Ваниль здесь прям вот абсолют. Она очень насыщенная, плотная, яркая, анималистичная, амбровая, такая и сухая, и влажная одновременно, ее как будто бы чуть-чуть качает на волнах, на эту тему. Тоже осеннее настроение. У флакона, как вы знаете, вот такой, если знаете, если не знаю, рассказываю, вот такой вот цвет, то есть он не совсем красный, такой как свежий кирпич или пожарная машина. Я бы, конечно, хотела какую-нибудь вещь такого цвета, для того, чтобы вот вместе с этим ароматом носить его осень. И он отсылает к старому Obsession от Calvin Klein, тому самому, на который в свое время якобы даже подлавливали пантеру, потому что там, дескать, натуральные мускусы, натуральные цибетины, все такое. Ну, вы понимаете, какой женский Obsession из 80-х годов. Хорошая пара, симпатична. Я очень переживала, как вы помните, когда вышел аромат Crimson Rock, который, на мой взгляд, мое лицо все сказала. Вот, я очень переживала за муаж, сейчас я успокоилась. В моих глазах все хорошо, мне вот это нравится, я это буду носить. Тобственно, ароматы уже продаются, вы вполне можете идти ознакомиться. И еще у меня, приехало ко мне две новинки от Mison Lancome. Один называется Rosa Peonia, второй называется Jasmine d'Eau. Рассказываю о каждом по отдельности. Rosa Peonia Lancome почему-то вывели из своей коллекции существующие у них розы и Berberanzo, и Parfede Rose. Обе куда-то пропали. Ну, в смысле, их сняли с продажи, господи, все просто. Вот. Я успела купить Berberanzo и, собственно, чувствую себя гораздо спокойнее, чем могла бы, если бы у меня ее не было. Эта роза другая, она вот в этом самом тренде, который никуда не одевается на протяжении уже, наверное, 20 лет, собственно, с того момента, как Lancome выпустили свой Miracle. Я говорю о этих мускусных, фруктовых, утренних, гидролатных розах, таких вот, идеальное утро в женском инстаграме. Я это называю, при том, что сама этот тренд люблю и очень люблю такие розы. И для меня эти ароматы, это просто мой парфюмерный casual, это то, что я ношу просто каждый день, когда я не знаю, какие я хочу духи, когда я просто хочу хорошо, приятно пахнуть розочками. Это мило, это нежно, это комфортно, это тот аромат, который, с одной стороны, я ловлю от себя шлейф, и мне доставляет это удовольствие, с другой стороны, при этом это не раздражает меня, не вторгается в мое личное пространство, не как-то вот диктует свои правила. Это просто аромат, который они правда со мной сливаются. Я такое очень люблю, именно на каждый день, когда просто аромат это часть моей повседневной жизни, а не то, чем я там должна производить супер впечатление. И для меня эти такие розы, они супер комфортные. Роза пиония, да, безусловно, здесь есть какой-то оттенок пиона, но это не главное. Главное то, что здесь очень красивый малиновый блок. Собственно, роза Берберанзе, про которую я тут уже повздыхала, которая была у марки раньше, она про малину и про фисташку. А еще у них есть аромат магнолия розе, где, собственно, роза объединена с магнолией. Вот если вы те два аромата соедините в один, получится вот этот. Я бы сказала так, потому что малина чуть-чуть недозрелая. Вот ей еще недельку бы на кусте повисеть, тогда она будет прям супер сладкая. Это не то, что, знаете, вы там сдавили в руке и у вас просто потек малиновый сок. Нет, не этот случай. Роза нежная, лепесточки, столистная, утренняя, еще не разогретая на супер горячем солнце, не истекающая медом, а просто вот такая выдающая нежный, приятный аромат. Очень хорошо. Вот я несколько дней в нем ходила, мне делали комплименты, что вообще бывает редко, потому что я обычно хожу с таким покерфейсом, что ко мне никто не подходит. Но я заметила, что ароматы такого плана, они очень располагают к себе людей. И второй аромат называется Jasmine de Eau. Я в нем, кстати, сегодня с утра была, потом я, конечно, носила там на одну руку Boundless, на другую руку материал Boundless. Это переводится как бесконечный, но я не уверена, что я произношу это правильно или безграничный. Вот. Да, опять же, манифест в прошлом, к тому, о чем я говорила. Итак, возвращаемся к теме Jasmine de Eau. Освежу впечатление. Аромат про Jasmine и зеленый чай. Нежный, чистый, хрустальный, звонкий, как будто бы даже немножечко такой вот хрустящий аромат. Я терпеть не могу зеленый чай с Jasmine. Просто я вот, я за последние много лет один раз из вежливости выпила такой чай дома у Саши Одинаевой в гостях. Я прям давилась, но просто мне было неловко сказать, когда она уже поставила передо мной чашку, что я не пью такой чай. Вот. Саша, признаюсь тебе, здесь и сейчас. Вот. И, но при этом я обожаю запах зеленого чая с Jasmine. Мне прям очень нравится, как это пахнет. Просто не люблю вкус. И это пахнет именно зеленым чаем с Jasmine. Для меня это идеально, потому что я иногда, когда там бываю в каких-то чайных магазинах, я такая, занюхнуть бы зеленым с Jasmine. И мне так нравится, как пахнет. Но я понимаю, что если я это куплю, это будет просто стоять, и я буду, если вдруг его случайно заварю по ошибке, я буду плеваться. Вот. А теперь у меня просто супер универсальная тема, потому что у меня есть зеленый чай с Jasmine, который я могу просто нюхать, поливать себя, носить на себе, и при этом не испытывать никаких дерзаний из-за того, что я купила вещь, которая мне вообще нафиг не сдалась. Типа просто рассыпного чая, который я не буду пить. Никакого эндола, ничего вот этого мерзкого. То, что далеко не все любят в жасминовых проявлениях, я люблю. Многие нет. Нежнятинка, лепесточки, зеленый чаек. Вот прямо как будто в чашке хорошего, такого, дорогого зеленого чая плавают лепестки с жасмина, который упал с дерева. Кстати, это же одна из легенд о том, как в Китае придумали чай, это то, что листья камелии упали в чашку чая, в чашку горячей воды, которая стояла перед каким-то там китайским императором, и ему так понравился вкус, что в итоге все стали пить чай. Вот я сейчас какую-то такую же идею продвигаю, но здесь уже просто в готовом зеленом чае плавает жасмин. Отлично, просто отлично, хорошо, легко. Конечно, история такая, знаете, наверное, не на межсезонье, это про лето и про зиму. Вот зимой это тоже будет хорошо, потому что зимой это будет дарить какую-то надежду, знаете, что весна наступит, вот. И я, конечно, в восторге, знаете, что я вот люблю вот этот дизайн очень сильно. Мне нравятся все эти золотые плашки, купола, бархат. Я южная женщина, я такое люблю, вот, поэтому я в восторге от того, как выглядит бутиковая коллекция Lancome. У меня есть три аромата и эти станут отличным ей дополнением. К слову сказать, у них до 31 числа, то есть еще сегодня 27, 28, 29, 30, 31, 4 дня от момента, когда вы смотрите это видео на официальном сайте акции, если вы покупаете любой из ароматов Mison Lancome, то вам в подарок при вводе промокода Mison21 придет в подарок 4 фирменных пробирочки с ароматами, там как раз будут новинки и старинки, вот, пользуйтесь. И вообще, я очень хочу потратить еще пару минут на то, чтобы вообще похвалить то, как работает официальный сайт Lancome в плане интернет-магазина, потому что они дико щедрые ребята. Когда я покупала, кажется, Berberanzo, а я ее покупала на официальном сайте, там была еще какая-то акция, мне в подарок прислали целую коробку, в которой было, знаете, миниатюра сыворотки Женифик, миниатюра туши моей любимой Lancome Гипноз, которую я и так все время покупаю, там был крем для рук прям в такой большой бану, большой прям достаточно тюбик, ну, чтобы жизнь меда мне казалась, там была еще, конечно, миниатюра Лавиабель, но тоже пусть стоит, может быть, когда-нибудь кому-нибудь подарю, отдам, кому-нибудь продам, я не знаю, вот, а может быть, будет стоять для референса как образец самого сладкого аромата, который порождала парафюмерная культура, не знаю, неважно, в общем, конечно, не постоянно у них такие щедрые предложения, но тем не менее у них бывают прям очень прикольные акции, гораздо выгоднее, чем в интернет-магазинах обычных, сетевых, поэтому присматривайтесь к официальному сайту, за другие не скажу, не покупала ничего ни на офсайте, там, в ASL, ни на каком другом, ну, конечно, ни на каком другом, но на официальном сайте Lancome, я часто там ту же самую тушь Lancome Hypnose покупаю постоянно, вот, поэтому обращайте внимание, заглядывайте туда, там бывают, правда, супервыгодные какие-то предложения, вот, например, сейчас тоже, не сказать, что прям вау много, но тем не менее, очень приятный бонус, поди даже здесь от магазина, чтобы они какие-то 4 пробника будьковой коллекции положили в подарок, просто, просто вот так обязательно достанется та самая Лавия Бель в пробирке, вот, я на этом все, все рассказала, если вы какие-то уже из ароматов пробовали, у вас есть какие-то впечатления, пишите мне, пожалуйста, об этом в комментариях, мне будет интересно почитать, я вас благодарю за внимание, за просмотры, за лайки, за комментарии, за репосты, отдельно благодарю спонсоров, отдельно благодарю спонсоров, уровни эксперт, вас стало больше 3 человека, вот, прекрасная женщина, если вы хотите присоединиться к числу, вы можете это сделать, перейдя по ссылке в инфобоксе, как я уже говорила в начале видео, заодно почитайте, какие бонусы к каждому уровню спонсорства у нас прилагаются, а я прощаюсь с вами до следующих видео, пока-пока.